Документы Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня Федеральная администрация по лекарствам заявила, что начинает расследование по поводу возможной связи прививок против ковида с высокой вероятностью, с более высокой вероятностью инфарктов и других сердечных болезней. Сегодня Байден принимал прибывшего в Вашингтон с рабочим визитом премьера Японии Кисидо Фумио. Визит этот важный, поскольку японский лидер информировал Байдена о принципиальных изменениях в японской военной и международной политике. Другое дело, что интересовало большинство журналистов, выкрикивавших вопросы, реакция Байдена на начало расследования по забытым им в разных местах секретным документам. Вопросы остались, правда, без ответа. На всех телеканалах сегодня главной темой были именно вот эти документы и, конечно, назначение для расследования по ним специального прокурора. Сегодня сочувствующие демократам средства массовой информации публиковали детальную информацию, явно полученную в виде утечек от людей, близких к Байдену, о том, как проходили последние недели администрации Обамы. Некоторые президенты ждут окончания своего срока пассивно, ничего особенного не делая, но у Обамы, у его администрации был просто взрыв активности. Обама видел, что Трамп будет особым президентом, который станет особенно активно смешивать с грязью своих предшественников. И Обама хотел завершить свой срок в Белом доме фейерверком ярких событий или, во всяком случае, фейерверком политических акций. Байден в последние дни его вице-президентства ездил на Украину, где вел переговоры с тогдашним президентом Порошенко. Он встречался в Швейцарии с президентом Китая Кси. За два дня до ухода из Белого дома у Байдена были очень важные телефонные переговоры с премьером Ирака. Он также обзванивал президента Косово, премьера Японии и других лидеров. Для всех этих мероприятий нужны были секретные справки и другие засекреченные материалы и по поводу лидеров, с которыми Байден общался. Документы эти до последнего момента должны были оставаться фактически на столе Байдена. Когда выезжает из Белого дома президент, сортировать его документы помогают в какой-то степени профессиональные сотрудники национальных архивов. Для вице-президента обычно столь квалифицированных лиц не остается. Байден при этом, конечно, все равно собирал свои вещи не сам. Это делали сотрудники его офиса, особого опыта в этой области не имеющие. И какие-то секретные документы попали в коробки с надписью «Личные вещи вице-президента». Подробная сегодняшняя утечка о том, как Байден вместе с Обамой покидали Белый дом, имеет целью показать, конечно, что появление секретных документов в частном офисе Байдена в Вашингтоне, в его гараже в доме в Долавере, по сути, мало связано с ним лично. То есть он не выносил тайно секретные документы американских разведок под стельками своих ботинок. Он вообще их лично не выносил. Судя по всему, он даже мог и не знать о деталях малоуправляемого процесса вывоза ящиков с документами его сотрудниками. Для Байдена то, что в его личных бумагах нашли положенные туда кем-то конверты с секретными документами, действительно могло быть сюрпризом. Другое дело, конечно, что Трамп и его сотрудники, как всем известно, были еще менее организованы, чем Байден и его люди. Многие помнят, что некоторые секретные документы, найденные у Трампа, вообще лежали в одной коробке с испачканным кетчупом меню из кафе типа Макдональдса. Это довольно смешно, но данный факт можно рассматривать как показатель того, что секретные документы, всякие другие бумаги Трампа тоже собирались, мало что понимающими, помощниками, причем в спешке, когда все, что валяется вокруг, нужно срочно убрать к прибытию нового президента. Тем более, что Трамп вообще не сразу пришел к мысли, что ему выезжать из Белого дома придется. Трамп тоже не контролировал и не был физически в состоянии контролировать разбор и сортировку его бумаг. В общем, при всей необходимости экономии федеральных средств, тем не менее, правительство может найти достаточно денег, чтобы нанять какую-нибудь бабушку или даже несколько бабушек, как те, кто были в советских спецохранах, чтобы хотя бы регистрировать те секретные документы, которые выносятся из охраняемых помещений. Бабушки, конечно, не смогут силой отнимать секретные документы ни у Байдена, ни тем более у Трампа. Но, во всяком случае, будет известно, какие именно секретные документы не были возвращены, кто именно их взял. И их можно будет искать хоть сразу, хоть через год по желанию. А так, сверхсекретные документы пропадают, но замечают это только, когда их через несколько лет и случайно, ко всему общему удивлению, находят в каком-нибудь гараже. Ну, а теперь все-таки про визит японского премьера. На протяжении всех послевоенных десятилетий Япония занимала почти пацифистскую позицию. Она имеет до сих пор очень небольшие, слабые вооруженные силы, всего 180 тысяч человек. После Второй мировой войны у японцев доминировала так называемая вообще аллергия к военным силам. По сравнению с ее экономической мощью, военный потенциал Японии является до сих пор просто ничтожным. Но сегодняшний японский премьер Кисида Фумио намерен изменить такое положение. Он объявил о росте японских военных расходов до 2,7% от волового национального продукта. Росте военных расходов больше, чем в два раза. Правда, произойдет это не сразу, но в течение ближайших пяти лет. Цифра эта намного превышает военные расходы многих европейских стран, которые часто не доходят и до одного или полутора процентов. Новая политика означает начало создания Японии очень серьезного военного потенциала. Стало это результатом быстрого роста военной мощи соседнего Китая, появления у Китая авианосного особенно флота, который приблизил китайскую угрозу к Японии многократного увеличения его ядерного потенциала. Но также рядом с Японией обостряется кризисная ситуация вокруг Тайваня. И, конечно, северокорейский режим рекордными темпами создает ядерные силы и время от времени запускает свои ракеты, перелетающие через японскую территорию. Ну и заключительный, сильный толчок, агрессия Путина против Украины. Она привела к тому, что Финляндия, а также Швеция, хранившая нейтралитет на протяжении 200 лет, вступает в НАТО. На международной арене большие войны между ведущими державами уже не кажутся нереальными, так же, как может быть теоретическое даже использование ядерного оружия. Сегодня, по сообщениям, Байден не выдвинул серьезных возражений против резкого наращивания военного потенциала Токио. У Японии, кстати, помимо всего прочего, один из самых мощных мирных ядерных потенциалов. И создание Японии серьезных ядерных сил в случае, если такое решение будет принято, может осуществляться очень быстро. Но сейчас об этом речь совершенно точно не идет. Японский премьер завершил в США свою недельную поездку, в ходе которой встречался с другими лидерами Большой Семерки и тоже информировал их о новых японских военных планах. Решение Японии о резком росте ее военного строительства было принято после аналогичного решения Германии. Канцлер ФРГ Шольц объявил, когда началась агрессия Путина против Украины, что эта война стала поворотным пунктом для германской военной стратегии. По словам канцлера Шольца, Германия в связи с новыми угрозами должна повысить свои траты до 2% волового национального продукта, завершив десятилетие крайней осторожности в военных вопросах. В следующей части о боях вокруг Солидара. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова